Всем добрый день, это проект Редколлегии Читару, меня зовут Андрей Козлов, я редактор Читару и сегодня у нас в гостях Алексей Александрович Сергейкин, заместитель председателя правительства Забайкальского края. Вы до сих пор исполняете обязанности? Здравствуйте, да, до сих пор исполняю обязанности, ну, наверное, с новым составом в законодательном собрании все будет попроще. Попроще, то есть вы думаете, что вы пройдете процедуру согласования, но вас же сначала должны как бы туда вашу кандидатуру представить на рассмотрение законодательного собрания, еще не представляли, насколько я помню? Еще не представляли, да, но у нас, собственно говоря, новое законодательное собрание еще не собиралось. Ага, хорошо. Вряд ли это самая животрепещущая проблема в Забайкальском крае. Сто процентов. Алексей Александрович курирует жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе сегодня у нас 15 сентября, где-то уже, наверное, в Забайкальском крае начался отопительный сезон, где-то вот-вот начнется, поэтому самое время побеседовать. Последний раз мы с вами встречались, по-моему, или в апреле, или в мае, что-то, наверное, поменялось. Мой первый вопрос касается по-прежнему оценки работы вашего министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цивилизации, связи Алексея Александровича Головинкина. Как он работает у вас? Он работает хорошо, он работает вовлеченно, самое главное неравнодушно, он работает в целом эффективно, то есть с этой стороны претензий нет. Я знаю, что у него там не очень простые отношения складывают в средства массовой информации. Да, он три раза не пришел на редколлегию, просто не сообщив об этом. Вот я так же сидел, ждал его около этих микрофонов, он не пришел. Как у него? Ну, вот в этом смысле мы, конечно, беседы проводим, я надеюсь, сможем, так сказать, педагогическим воздействием в отношениях. То есть у вас будет положительная оценка работы Головинкина по десятибалльной шкале, но поставьте сколько поставить? Ну, я думаю, 7-8 можно поставить. 7-8. Прошлый отопительный сезон, в который вы заехали буквально с колес, вы, по-моему, в сентябре приехали, да? 26 сентября, скоро год. Да, накануне этой годовщины мы с вами беседуем. Тогда не совсем ваша была ответственность за то, что я себе представлял отрасль. Сейчас год уже прошел, и в прошлом году был сложный отопительный сезон. Все помним большое количество аварий, в том числе в Борзе. Вы мне даже количество называли, что там больше 500 технологических нарушений. По краю всего. Да, что удалось за год сделать, очень общо, понятно, вы все не расскажете, но в каком состоянии мы подходим к началу отопительного сезона в этом году? Ну, знаете, вот, как вы верно заметили, мы вошли прям с колес в отопительный период в прошлом году. По нашим внутренним ощущениям, я бы так осторожно говорил, что край примерно процентов на 80-90 лучше, чем в прошлом году готов. Действительно, в два раза практически лучше. Ну, в два бы я так оптимистично не говорил, но по нашим ощущениям внутренним, по нашим результатам анализа, в целом это так. Есть, конечно, понятные определенные сложности, мы сейчас о них отдельно поговорим, но для того, чтобы у всех на слуху в прошлом году была совершенно понятная территория, там в этой Борзе, где 53, только на одном объекте теплоснабжения технологических нарушений было, там в Бакальске были проблемы. В целом по этим объектам мы не ожидаем в этом году никаких проблем. Там произошла смена ресурсоснабжающих организаций, ЗАПТЭК вышел с этих объектов, в Борзе зашла дочерняя организация, генерации, да, это те, которые сейчас завершают строительство Перамайской котельной, вот, они туда вложили более, ну, уже более, почти 50 миллионов собственных средств, которые, соответственно, будут возвращать потом, да, через тарифные какие-то решения. В целом объекты там готовы, и мы проблем с их стороны не ожидаем. В Забайкальск у нас зашла, читая, энергосбыт, которая вот решила таким образом, ну, наверное, расширить, диверсифицировать свой бизнес там, да, ну, уже... Это было удивительно, сбытовая компания занялась... Ну, я так понимаю, что это решение там во много связано с тем, что технический руководитель, там, Андрей Юдаев, небезызвестный, да, бывший директор ЗАПТЭКа, да, который, собственно говоря, смог какие-то аргументы для акционеров найти, чтобы попробовать свои силы. Игорь, как вы отзываете? Буквально на прошлой неделе я был в Забайкальске, они работают с очень хорошими темпами, объект готов к началу отопительного сезона. Вот, прекрасные отзывы со стороны муниципальных властей, то есть там полное взаимодействие, полное понимание, весь комплекс необходимых работ произведен. Ну, надо понимать, там, да, что и в Борзе, и в Забайкальске, пока эта ресурсоснабжающая организация работает, ну, по договору аренды, что называется, краткосрочному, там, да, потому что это было необходимое решение, чтобы правовые основания были зайти на эти объекты, провести необходимые работы. И мы с ними договорились, что в течение действия этого договора, ну, а прямым текстом, говоря, там, до весны максимум, и по Борзе, и по Забайкальску у нас будут подготовлены большие конституционные соглашения относительно Борзе, в том числе на ВЭФе было подписано соглашение между материнской компанией, ихней генерацией, и Забайкальским краем, да, КРДВ. На 3,5 миллиарда, по-моему. Да, практически так, то есть, там планируется большой проект, в том числе строительство новых теплоисточников в Борзе. А какая логика этих 3,5 миллиардов? Инвестор вкладывает эти деньги и концессионными механизмами возвращает их постепенно? Да, часть это будет, ну, капитальный грант, вероятно, за счёт средств федерального бюджета, часть, ну, безусловно, тарифными решениями, там, на горизонте, там, 20-30 лет это всё будет. То есть, концессия, заложенная в тариф, по большому счёту? Ну, частично, частично, то есть, капитальный грант только бы... Капитальный грант плюс тарифные решения. Так точно. То есть, это концессия, которая раздроблена в платежах? Да. В целом, для населения это не будет иметь, ну, глобальных последствий, потому что у нас рост платы населения, он всё равно ограничен... Ограничен федеральной властью, да? Федеральным, мы постановим проект, устанавливающий предельный, там, до индекса увеличения. Вот, ну, скажем так, всё время ляжет на бюджет Забайкальского края, ну, на таком долгом промежутке времени, что позволяет планировать наши расходы. А где эти миллиарды берут? Это банковское кредитование какое-то? Да, то есть, насколько я понимаю, то есть, у них есть достигнутые договоренности, там, с Дома РФ и с другими, там, институтами развития о льготном кредитовании, там, процент сильно ниже, скажем так, тех предложений, которые существуют сейчас на рынке. И, соответственно, подобное же соглашение готовится по Забайкальску, читая энергосбытом, да, где тоже планируется, в том числе, строительство новых теплоисточников. Ну, расширяя эту историю, буквально на прошлой неделе к нам обратилась частной конституционной инициативой ещё одна организация по поводу Нерчинска, где тоже планируется. То есть, мы рассматриваем, в том числе, там и другие территории, у нас остаётся проблемным достаточно и Петровск, Забайкальский, и Черношевск, и Шилка, вот, где там необходимо тоже подобное решение принимать. Ну, в общем, мы наметили вектор, по которому идём, и я так полагаю, с течением времени, там, мы сможем привести жилищно-коммунальное хозяйство Забайкальского края в какое-то стабильное состояние. Этот вектор, я насколько понимаю, направлен всё-таки мимо ЗАПТЭКа или нет? Ну, по большому счёту, к сожалению, да. При этом, в прошлый раз вы говорили, что без ЗАПТЭКа вы не видите систему ЖКХ Забайкальского края. Я продолжаю не видеть систему Забайкальского края без ЗАПТЭКа, но, вероятно, ему придётся, что называется, переформатироваться некоторым образом, вероятно, выйти с большой тепловой генерации в сторону каких-то малых теплоисточников. Ну, в любом случае, вы же должны понимать, что нам нельзя его обанкротить. Это ваша организация. Наша организация. Нам необходимы те обязательства, которые на нём остаются исполнять. Поэтому мы всячески заинтересованы, чтобы он продолжал существовать. Ну, может быть, карты раскрою, но там назначен новый руководитель. Насколько я понимаю, с понедельника он приступит к обязанностям. Ну, давайте в понедельник мы об этом с вами поговорим. Давайте просто воспользуемся и скажите, что… Нет, не буду говорить. Выдержим паузу. Тем более, что это в записи пойдёт. Да, а как вы оцениваете работу Константина Фокина? Мне кажется, что он просто развалил компанию. Скажем так, я оцениваю работу неоднозначно. Но за те три года, что он руководил организацией, она не обанкротилась. И в моём представлении, скажем так, в тех условиях, в которые она работала, это тоже своего рода достижение. То есть теперь наша задача всё-таки, чтобы организация обрела стабильность. Пусть даже переформатированная, пусть даже она некоторым образом пройдёт через путь управляемого сжатия такого, да? Ну, тем не менее, чтобы она оставалась… Управляемое сжатие – это красивое какое слово. А в чём смысл-то был в всей этой истории с заптегом? Мне просто интересно. Была такая компания, был там Юдаев, который прекрасно работает в Читай-Энергосбытии. Всем управлял, пришёл собственник и сказал, Юдаев, иди к чёрту, мы сейчас тут что-то сделаем. И сделало непонятно что. Андрей, я же не стоял у истоков этого замысла, поэтому мне говорить трудно. Я всё-таки буду говорить о будущем. Зачем оглядываться, потому что всё случилось? Оглядываться за тем, чтобы не совершать допущенных ошибок, но я ваш тезис о том, что не вы виноваты, принял для себя. Ну, давайте к нашим баранам ещё немножечко вернёмся. Вы уже сказали про генерацию, я сегодня про них перечитывал, всё, что нам про них известно. Вот эта концессия на 3,73 миллиарда, мы про неё с вами уже поговорили. Регенерация сейчас работает в Борзе и в Первомайском, вы говорите, достраивает новый взгляд. В каком состоянии накануне отопительного сезона этот объект? У нас в Первомайске отопительный сезон ночевая начинается сегодня. 15 сентября, да. По графику набора мощности новой котельной, которая подписана правительством и Министерством по делам Дальнего Востока и Арктики, которые тоже в этом проекте активно участвуют, у нас первый пуск и начало пусконавалочных работ запланирован на 20 октября. А сейчас тепло. Сейчас всё расскажу. Все пусконавалочные работы будут октябрь, ноябрь, декабрь продолжаться. В декабре запланирован ввод в эксплуатацию этого объекта. Для беспроблемного прохождения отопительного сезона полностью к его началу и прохождению подготовлена существующая Первомайская ТЭЦ, которая, собственно говоря, и начнёт отопительный период, и весь предстоящий отопительный период будет находиться в резерве. Поскольку объект новый, пока все эти процессы отладятся, это необходимо, чтобы было. После чего, собственно говоря, мы начнём процесс вывода из эксплуатации Первомайской ТЭЦ существующей. Там непростой этот путь будет, потому что эти 25 мегаватт, которые они генерируют, они учтены в резерве, в балансах, как резерв. Там с федеральной сетевой организацией всё это будет согласовываться. Полтора-два года на это уйдёт, после чего, соответственно, этот объект будет полностью выведен из эксплуатации. А новый объект не генерирует электрическую мощность? Нет, это не кодинерация. То есть эти 25 мегаватт просто уйдёт? Да. Новый объект – это просто котельная, которая даёт тепловую энергию. Мы с вами говорили про Борзио, про Первомайск, ещё консессионеры, насколько я помню, в Новой Куке. Ну, там такой маленький консессионер, да. А, но консессионер. Да. То есть вы за историей с консессиями, как я понимаю, видите будущее вообще-то? На самом деле других реалистичных механизмов, тех условиях, которые существуют в Забайкальском районе, с недофинансированием, с дефицитом, иных механизмов нет. Мы вынуждены вот эти пролонгированные обязательства принимать на регион. Других источников таких больших денег на сегодня, к сожалению, нет. А мы ещё, пока я не добрался до отопительного сезона в части, давайте немножко вернёмся к Забтеку. Я видел претензии прокуратуры к Забтеку, в том числе по запасам угля и так далее. Что делать-то? Вы собираетесь, как реагировать на эти задачи? Претензии абсолютно обоснованные. На самом деле Забтек в этой части спровоцировал своего рода кризис такой, да, топливный при подготовке к зиме. Ну, небольшой секрет в том, что больше 600 миллионов на сегодняшний день Забтек должен ППГХО, то есть Угольскому угольному разрезу. Буквально во вторник были последние договорённости с РМЗ, с ППГХО, с Росатомом достигнуты. Будет подписан график платежей, по которому, в том числе с участием правительства Забайкальского края, этот долг за уголь будет погашен до февраля месяца. То есть буквально, я так полагаю, с понедельника, со вторника начнутся полномасштабные поставки суртуйского угольного разреза по объектам Забтека. Тем не менее, необходимый запас для начала отопительного периода на всех объектах создан, и он, соответственно, начнётся в установленные сроки. И вторая претензия касалась работы ТКК-14. Я вот вижу, претензия предостережения была за ПТЭКу и гендиректору ТКК-14. Что с ТКК-14? Это связано с тем, что на момент выноса этого предостережения у них не был создан нормативный запас топлива на Приоргунской и Шерлогорской ТЭЦ. Насколько мне известно, буквально сегодня с Какаулиным мы разговаривали, то есть эта проблема тоже преодолена, и нормативный запас создан. То есть это не касается ТЭЦ-1 Читинской, ТЭЦ-2 Читинской, это касается тех объектов, которые они эксплуатируют ещё на территории Забайкальского края. Ну и плюс по весне у них были тоже некоторые просадки с поставками от СУЭКа, когда они увеличили генерацию, соответственно, расход угля, и это привело к снижению тех запасов, которые они обязаны были иметь. На сегодняшний день на Читинской ТЭЦ-1 запас топлива превышает нормативно на 30%. Насколько часа вообще готовы к отопительному сезону? Все ли работу успели закончить? Ну, они продолжают, как вы видите, работы, да. Я поэтому не спрашиваю. Планируют завершить установленные сроки, отопительный период начинается, если я правильно помню, постановленный с понедельником. Но социальные объекты вроде как сегодня уже включаются. И они должны успеть? Совершенно верно. Отношения с ТКК-14 как будто бы после смены собственников немного изменились. По-моему, в интервью мне они говорили о том, что впервые регион полностью им оплатил вот эти выпадающие доходы. Это смена какой-то парадигмы? Почему так произошло? Ну, я вам больше скажу, что у нас, наверное, за последние два года бюджет текущий полностью предусматривал на 100% выпадающие доходы, подтвержденные РСТ. Это более того, мы же приняли два новых порядка, которые позволяют, во-первых, ресурсоснабжающим организациям обратиться за выпадающими доходами вперед. То есть не получать их по истечению квартала, а получить вперед. Ну, Александр Михайлович принял такое решение для того, чтобы помочь ресурсоснабжающим организациям, в том числе, и подготовиться надлежащим образом к зиме, и пополнить запасы топлива. Ну, вот весь этот комплекс мероприятий необходим. Не все, скажу прямо, ресурсоснабжающие организации этой возможности воспользовались. Но те, кто обратились, они, соответственно, получили полностью. На чем уступы денег взяли? Бюджет запланировал, из доходов. То есть это прямо изначально, это не были какие-то изменения в бюджет, это прямо первоначально. Раньше тоже могли планировать, но что-то не планировали, через суды тянулись эти... Ну, я думаю, что, наверное, мы смогли какие-то слова найти для того, чтобы показать приоритетность этих расходов. А кто искал-то эти слова? Вы для губернатора? В том числе. Вот вы для губернатора искали эти слова? В том числе. То есть это ваш посыл? Давайте отдадим выпадающие ресурсникам? Нет. Вот эта идея дать вперед, это идея Александра Михайловича, которую мы реализовали. И плюс второй порядок, который мы приняли, он подразумевает при наличии средств дополнительных в бюджете выплачивать те выпадающие, которые были не выплачены за прошлые периоды. То есть раньше какая практика существовала? То есть только через суды все это взыскивали ресурсоснабжающие организации. Ну и посчитали, что отвечает взаимным интересам именно то, что мы признаем. Если РСТ подтверждает расходы, которые понесли ресурсники, то зачем тратить время на ломание копий, если судебное решение очевидно и понятно? Зачем это все растягивать? Нужно быть честным друг с другом. Давайте еще закроем тему с заптеком и Борзией. Вот вчерашняя буквально новость у нас в ленте о том, что глава Борзии, у них с заптеком какая-то ругань по поводу подключения к теплу домов, построенных для детей-сирот. Заптек говорит о том, что все готово, город не принимает, город говорит, что заптек не готов, а что там происходит? В Борзии я был тоже буквально в субботу, видел эту трассу, ее должны были в воскресенье опрессовывать, испытывать. То есть, тех присоединения, тех домов, которые построены для детей-сирот. Нехамкин Владимир Яковлевич мне звонил о том, что по его информации трассу, соответственно, под давлением никто не испытывал и закопали, как есть. Ну, собственно говоря, поручение Розына сейчас все это проверяется. Я думаю, что разберемся, если это так, то заставим переделать, вскрыть, если необходимо, заактировать скрытые работы, которые там произведены. В общем, мы заптек, как исполнителя этих работ, понудим, скажем так, исполнить ее в полном объеме при необходимости. Хорошо, давайте закрывать тему про отопительный сезон. Я думаю, что мы с вами в течение этого отопительного сезона еще не один раз поговорим. Дай бог по каким-нибудь хорошим поводу. Да, но вообще ЖКХ в Забайкальском крае не та история, чтобы мы что-то хорошее обсуждали, но хотя вот история про какие-то инвестиции, 3,75 миллиарда и так далее, но это какие-то хорошие истории, по крайней мере, на бумаге. Посмотрим, что будет реально. Андрей, я вам, может быть, тоже секрет-то не открою. На самом деле, средства-то вкладываются колоссальные. В этом году расходы, ну не только на подготовку к отопительному периоду, но и на тех присоединения, какие-то инвестиционные вложения наших крупных ресурсоснабжающих организаций. Это в совокупности составляет почти 2,2 миллиарда рублей. То есть, это колоссальные средства, которые в том числе и опускаются в сферу ЖКХ. Вот мы только за то, чтобы они наращивались ежегодно. Давайте в конце немножко про газификацию. Мы с вами в прошлый раз ее уже обсуждали, там большие планы, мы с вами про них каждый раз говорим. 13 193 дома ничего не изменилось в конце 2024 года. На первом этапе проекта. На первом этапе, да. Как дела? Газификация процесс идет. Там есть очень странные для меня вещи, сейчас я тоже о них расскажу. Конечно, поначалу у нас были большие просадки с темпами. На сегодняшний день мы темпы прокладки магистрали нарастили 600 метров в сутки до 1100. И, соответственно, к 24 октября мы планируем отставание от графика преодолеть. В этом году планируется проложить порядка 140 километров сетей. Уже идет процесс переоборудования домов этим газовым оборудованием. Сейчас основной... Прямо уже конкретные дома переоборудованы? Уже конкретные дома переоборудованы, уже котлы стоят внутри. Их пока там порядка чуть больше 200. Процесс это идет сейчас. Организация, которая этим занимается, основной упор делает на подготовительные работы. То есть, ставит стойки. То есть, проводить те работы, которые зимой будут сделать невозможно. Но, соответственно, само газовое оборудование в доме может быть... Потому что газа еще нет, и газовое оборудование есть, и никак эту зиму будет переживать. Это же параллельно. Никто у них... Источник тепла, который существующий, у них же не убирает. То есть, это просто дополнительно пока встает. Просто мы должны быть готовы массово в следующем году, чтобы газ пошел. В целом, федерация крайне пристально следит за реализацией этого проекта. Если там на региональном уровне мы еженедельные штабы проводим, там под моим председательством раз в месяц Цыганов Константин Анатольевич, это первый зам министра природных ресурсов, который курирует проект «Чистый воздух», проводит федеральные штабы, оказывает нам всяческую поддержку. Потому что проект большой, проект уникальный, таких никогда нигде не реализовывалось. Там возникает масса вопросов по межведомственному взаимодействию, там с федеральными органами. Ну, это как пример просто. Мы столкнулись с тем, что газовая магистраль должна пройти через земельный участок, который принадлежит Забайкальскому центру племенного скотоводства, которое находится в собственности в Российской Федерации, и права собственника осуществляет Минсельхоз. То есть, с нашим уровнем мы не смогли никогда договориться. Пришлось подключать федеральные Минприроды, и они там с федеральным Минсельхозом решение нашли, как все это делать. Альтернативой это было пойти по другому пути, что увеличило стоимость проекта почти на 400 миллионов рублей. Ну, согласитесь, это как бы не дело. И таких вопросов в части взаимодействия на самом деле очень много. Это с РЖД, с Росавиация, с другими организациями, с главгосэкспертизой. Поэтому это, конечно, проектом занимаются все, скажем так, и федеральные органы, и региональные, безусловно, ну и город, который, собственно, является стороной конституционного соглашения. Конституционным, да? Да. А что физически это происходит? Вы трубы в землю укладываете? Трубы в землю укладываете. Но сегодня уложено порядка 70 километров уже. А как это происходит? Это какая-то машина, которая не роет землю? Где, возможно, они идут, бурят. Установки наклонного бурения. Всего их на сегодня 8 штук работает. Порядка 15 бригад. Плюс сейчас на подходе еще 15 таких машин. То есть, темпы постоянно наращиваются. Как вы оцениваете работу консессионера? В части технических вопросов нет. Есть вопросы в части, скажем так, взаимодействия, что ли, с общественностью. Это мы тоже пристальное внимание сейчас уделили. Я сейчас посвободнее немножко стал. Ну, запустим отопительный период. Конечно, нужно разворачивать, мне кажется, более масштабную информационную компанию. Потому что, по моим личным ощущениям, город не живет газификацией. Это прям не в повестке информационной, что, наверное, неправильно. Поэтому этот тренд мы будем стараться ломать. Повестки только скандалы периодически возникающие. Но консессионер наработал соответствующее мнение о себе. Вот так это сказывается? Ну, вот вы абсолютно правильно говорите. Мне кажется, пришло время, скажем так, поменять лицо газификации. Вы уверены, что у вас это получится? Я приложу для этого максимальное усилие. Ну, то есть вы тот человек, который будет курировать эту условную пиар-работу в том числе, да? Ну, на то, чтобы я буду это делать руками, конечно. Нет, понятно. Но вы первый человек, который говорит про необходимость этой работы. Я вам просто, как человек, который работает в информационном поле, говорю, что там в этом смысле все очень плохо. Очень плохо. Я с вами абсолютно согласен. Эта проблема осознанна, и мы сейчас будем с этим работать. Более того, никто вообще не верит ни в какую газификацию. Ну, может, очень узкий круг лиц. Ну, косвенно знаете, что этому свидетельствует? Там же один из процессов. Это то, что человек должен прийти и заключить договор. То есть на сегодняшний день, я скрывать не буду, таких договоров буквально тысячи. В этой работе тоже, на наш взгляд, конституционер, ну, чего же греха таить, город, да? Определенный провал, что ли, так допустили, да? С этим тоже сейчас придется работать. У нас нет иного выхода, как реализовать этот проект. Это совершенно понятно. С учетом того, что Федеральная Минприрода за этим следит, и чего наобещали людям. Я думаю, что если будете не выполнять, то это будет скандал федерального уровня. Ну, еще раз, я же вам, мне кажется, говорил, что это прям история или про расстрел, или про ординат. Да. Спасибо, что пришли. Я надеюсь, что не последний раз говорим. Удачного вам отопительного сезона, и нам тоже. Спасибо. Всего хорошего. До свидания. Тепла вам и любви.